Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, забегаем быстренько в тренировку и забираем наших героев. Так, хорошо, прокачались. Так, подожди, мне не надо, не надо ставить новых, это будет потом уже, в конце, в конце серии. Всё, забрал, отлично. Опачки, ребятули, смотрите, мы кого-то сможем с вами улучшить. Но, в начале, естественно, ребят, мы заходим сюда и здесь как раз, ребят, я накопил сундук, сундук друзей, да. Сегодня, ребята, вот только сейчас, буквально пару минут назад я зашёл, забрал все подарки и открываем. Так, сундук друзей и что же мы в нём, ребята, получим? Ёлки-ты-палки, ты смотри, 72 карточки, ребята, на этого, на смотрителя и 25 гемов. Слушай, ну это круто. Хорошо, спасибо вам большое, ребята. Все, кто меня поддерживает, кто присылает подарки, я очень вам благодарен. Так, что дальше нам надо сделать? Давай-ка забежим, наверное, быстренько в магазин, посмотрим. Так, бесплатно можем взять... Ага, и смотри-ка, что нас тут поджидает-то. А ну-ка, а давай ещё разок. А ещё? Блин, не хватает маленько. Жаль. Да, ребята, ну зато немножечко прокачались. А, у нас же ещё арена закончилась. Так, что у нас тут? 21 карточка воблера нам достаётся. И давай посмотрим, что у нас тут за приз будет. 15 тигра, 13, ребята, зомби с надгробием, 16 карточек на базу и 16 карточек на деда. Плюс почти 16 тысяч голды. Слушай, ну это шикарно. Ну что, ребята, давайте быстренько, наверное, сделаем ещё очередную победу на лиге, на турнире. Так, 57 уровень, да, здесь. Значит, мы... Помните в прошлый раз, что мы с вами делали? Давайте то же самое повторим, только, например, уже вот с этим отрядом. Главное, успеть вызвать Грифона. А если не успеем, тогда нас разнесут. Здесь я тогда рискнул, ребята, с одним тигром сыграть. Помните, да? Несмотря на то, что у меня замок Сакуры всего лишь первого уровня. Да, заманчиво. Но, может быть, не будем всё-таки рисковать, а давайте возьмём какой-нибудь, ну, наш слабенький отрядик. Так, а какой у нас тут слабенький отрядик? Я не знаю, ребят. Ну ладно, фиксим. Давайте, я рискну, ребята. Я рискну вот этим отрядом сыграть. Возьму сейчас чисто Грифона и, надеюсь, мы всё-таки здесь пройдём с вами. Он у меня 76 уровня. Причём 4 звезды, это круто. Тут у нас есть ещё и привидение. Но оно не прокачано, поэтому не стоит даже заморачиваться с ним. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ребята, я, наверное, не успею. А хотя тут же и пофиг, да, по-моему, на урон базы. Да, ребят, тут всё равно, поэтому нам просто надо вызвать с вами Грифа. Ничего себе, он бомбанул! Эй! Если он сейчас ещё раз так сделает... Ребят, недоценил, конечно, я маленечко своих силёнок. Блин. Ладно, хорошо. Грифон стоит очень дорого, как вы поняли, ребята. Я просто-напросто не успел его призвать. Хорошо, давай сделаем немножко по-другому. Возьмём тогда свою основную команду. Вот эту. Видите, энергию не хотел тратить. Фиксим, давай, ребят. Давай, возьмём вот эту команду и разнесём в пух и прах, как говорится, нашего соперника. Тут кто у нас? Да у нас одного, наверное, рыцаря вот этого будет достаточно, чтобы тут всех наказать. Ох ты! Смотри-к, смотри-к, смотри-к. Что он... Кого он тут вызвал мне? Хе-хе, молотильщика. Первого ещё уровня, походу, делал, да? На-ка, получил своё. Так, ладно, пока мои ребятули сейчас подойдут. И Джаггернаут здесь тоже нам не помеха, ребят. Ну что это? Ну смотри. А, нет. Что-то стоит, выделывается. Да выделывался. Тут даже бомбер есть. Вот как. Сакуру применил. Ладно, хорошо. Даже, ребята, здоровьица как-то отнимает, смотри. Даже отнимает здоровье. Подбили. Нормуль. Так, ну всё, давай ускоримся, потому что, ребят, ну на самом деле здесь всё быстро, элементарно и просто. Не надо даже время на это тратить. Всё, разнесли в хлам, как видите. Здесь, ох ты, фу, я уже думал, ребята, мы на втором месте. Нет, нет, на первом. Всё отлично, ребят. Мы получили с вами опыт, мы получили с вами денежку. Мы с вами подождём ещё 8 часов, и у нас всё будет тип-топ. Ну, а теперь я хочу посмотреть в армии, кто же у нас, ребята, такой герой, который прапается. И это привидение, ребята, оно получает у нас четвёртую звезду. В принципе, это неплохо. Это, ребята, всё-таки редкий, редкая карта. Давайте развивать. И вы знаете, да, что оно, когда летает, оно постепенно наносит урон. Особенно таким вот, как Вуджен, Баллистом. Короче, самым слабым таким юнитом. Но в то же время эти слабые юниты издалека стоят под танками и бомбят наших, как говорится, героев. Поэтому привидение, в принципе, должно неплохо здесь зайти. Против таких вот как раз дальнобойных юнитов. Ну что же, а мы с вами переходим на основную сюжетную линию, ребята. Поехали. Нам нужно сегодня что сделать? Естественно, пройти вот эту вот территорию захватчиков и нырнуть в другой телепорт. Поехали. Так, вторая миссия у нас с вами здесь. Ааа, я не смог же ее пройти, да? Не смог пройти, потому что здесь улитка, здесь у нас... Угу. Ну что же. Я думаю, что вот этим отрядом должны попробовать мы, как говорится, ну для начала разминка, естественно, ребят. Никто не говорит, что я сейчас тут все сразу выиграю и порву. Подожди, а мы же этим отрядом, по-моему, мы пытались играть, нет? Сейчас улитка полетит. Так ведь? По-моему, ребята, улитка полетит сейчас. Оу. Смотри, как мы начали лихо. Теперь давай вызывать... Тихо, не надо мне тут твоих улиток. Я вообще-то хотел... Мага-воина вызвать. Вот. Ты смотри, что происходит. Это печалька, ребят. Это большая печалька. Ох ты. Тогда придется в ответку бомбить. В ответочку, ребята, пришлось бомбить. Так, ну естественно, Ронина подбивает тут. Ничего не сделаешь. Да что ж ты будешь? Он со своей улиткой меня достал, ребят. Серьезно вам говорю. Хорошо, что у нас сработало отражение сейчас в данный момент. Добить бы просто-напросто эту базу ему к ядре нефени, и все будет хорошо у нас. Но не получается, к сожалению. Хорошо, у нас, ребят, накопилась ульта. Давай вот так вот сделаем. Через ульту сыграем. Вот. Совсем другой разговор. Давай, Ронин, жги. Бомби, разноси эту базу к ядре нефени. Ну. Ах, не могут, не могут, ребят, не хватает. Не хватает силенок. Да, тут, конечно, бесплизняк. Да чтоб тебе. Что-то не получается у нас, ребят. Ну, Ронин, ну дай там разок осталось. Есть. Все. Все. Что ульт требовалось доказать. Отлично, ребята, мы справились. Но тяжело. Тяжело идет. А здесь еще и воблер. Ко всей куче. Ну. А, и улитка. Улитка сохранилась, значит, да, все-таки. Ладно, ребята, вы помните, да, кто такой воблер. Что он делает со своими вот этими метательными ножами. Поэтому нам нужно его, естественно, контролировать издалека. Для этого нам понадобится здесь баллиста. И если он сейчас начнет с улиток, естественно, надо будет вызывать нам голема. Но пока никто не выходит. И это меня немножко настораживает. Может быть, опять никто не идет? Хорошо, давай. О, нет, 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 не надо. Не надо, парень. Успокойся. Что ж ты такой, а? Непослушный. И вот, ребята, улитка. Да чтоб ее, а. Там, ребята, еще и воблер подкрадывается, кстати. Сейчас я воблера, ребята, наверное, вот так вот бомбану. Давай, давай, давай. Мышка, бомби воблера. Отлично. По красоте. Так, джиггернаут пошел. Заплевываем. Опять улитка. Да чтоб ее, а. Надо, наверное, вот так, ребята, нам делать. Другого варианта я пока не вижу. Отлично. Этих мы разнесли. Скорость, ускорение. Отлично. Ну, уже лучше. Уже в разы, ребята, лучше. Думаю, что у нас тут все сейчас получится. Я еще одного джиггернаута призову. И фаерболл, ребята, у меня накопился. Можно, в принципе, его применить. Но я пока придержу. Вдруг там кто-нибудь выйдет такой суровый, что я немножко опешу. Вот, например, сейчас. На-ка. И добиваем базу. Ну, добили. Отлично. По красоте. Ну что же, а мы с вами продвигаемся дальше. Это у нас предпоследняя миссия. Кто здесь у него будет? Здесь, ребята, танк. Супер танк. Появляется жаба с молотом. Девяносто четвертого уровня. На семь уровней, ребята, она мощнее моих персонажей. А у меня выбора нету? Нету. Поэтому придется драться. Здесь еще видишь что? Здесь жаба с молотом, да? И жаба с пушкой. То есть они тут в паре будут. Подбивать, конечно же, и дальнобойных, и летающих моих юнитов. Эй, я не был готов, ребята. Я не был готов. Это, это, это подстава. Подстава. Твою же дивизию, ребят. Ну, на нее нанесла она мне урона. А я в любом бы случае никого не успел бы вызвать. Твою ж маковку. Ладно, давайте, ребят, на ускорение играть. Пройду уровень так хорошо. Не пройду, придется все равно переигрывать в любом случае. Да, две жабы, конечно. Это круто. Самое противное, это, конечно же, ребята, улитка. Мерзкая улитка, которая меня нервирует. Она просто меня достает. Так, ураганчик. Хорошо, что у нас, ребят, есть ураганчик. Мы вот так вот можем с вами сделать. Карточку только отдай. И, возможно, мы с вами здесь сейчас все заплюем. Нет, не заплюем, да, по-моему. Получится, не получится у нас? Да, как-то... Как-то плоховато тут у нас все получается, если честно. По времени-то 37 секунд. Слушай, я уже могу сразу сказать, ребят, нам придется взять с вами немножечко другой отряд. Этот бесполезный. Ускорение. Вот так вот. Предположим. Ты смотри, что происходит. Мы только сейчас подошли к базе. А времени уже нету. Все, мы сфейлились из-за времени. Ну и по урону, конечно, тоже. Но выиграть этот уровень мы с вами выиграем. Вот так это делается. Тем не менее, ребята, придется нам переигрывать. Конечно же, продолжить. И придется переигрывать. Переигрывать я буду, наверное, с вами тем отрядом, где у нас друидка. Вот этим. Тут как раз, если что, будем контрить. Да, поехали, попробуем. Должно, в принципе, у нас, ребята, здесь получиться. Но не обещаю. Не обещаю. Так, улитку, да? Он будет сейчас выпускать, по-моему, в первую очередь. Насколько я помню. Да, именно она, ребята, летит. На крыльях ночи. Теперь нам нужно с вами, ребята, вызвать... Блин, паладина, что ли, вызывать. Или БФГ. Давай вызовем паладина. Блин, да что пьё, а? Давай опять вызовем с вами мечника. Ну, если что, ульта, ребята, у нас есть. Бородавочник сейчас, наверное, выйдет, да? Нет, ребята. Как странно, но не бородавочник. Что там опять у нас? Вот он вышел, ребята, бородавочник. Но он вышел спокойно. Без истерики. А вот это вот мне не нужно, улитка здесь. Да чтоб тебе... Надо было ей подойти и взорваться. Блин, друитка, давай быстрее. Ты мне здесь очень сильно нужна. Всё, ребята, мы призвали друитку. Я думаю, что сейчас у нас пойдут дела лучше. Потому что она будет ставить тотемы. И та самая улитка будет на них напарываться. Должно, по идее, быть так. Но она не вызывает ни шиша. Ой-ой-ой-ой. Так, поехали. Будем, ребята, пробовать пробиваться. Давай ульту применим. Тут ещё и заморозка нам. Как раз вовремя, кстати, прибыла, да? Минутка у нас. О, он ещё испугался. Да что ж такое-то, ребята. Ребят, как же всё-таки при друитке всё лагает. Ужасно лагает. Ну, будет расколбас сегодня или нет? Должен быть. Вот так вот, ребята, отводишь камеру, вроде бы нормально, да? Когда нету на экране. Нет, нифига не нормально. Ну что же, как мы видим, ребята, база почти уже уничтожена. Заморозку ещё применим. И, да, победа здесь за нами. Всё-таки друидушка-то здесь на высоте. Как ни крути. И заключительный этап. Со смотрителем у нас здесь всё это будет дело. Плюс приправлено, видите, да? Воблером, улиткой. Такая довольно сильная комба. Оставим, наверное, этот отряд. Попробуем, ребята. Пускай этот смотритель лучше перехватывает тотемы на свою сторону. Чем, как говорится, юнитов. Так, что, улитку? Не стал вызывать улитку, что ли? Как-то... Нет, ребята, он вызвал жабу. Жабу с молотом. Хорошо, мы возьмём с вами тогда... Начнём с паладина. Да, с паладина. И, кстати, БФГ сейчас возьму. Да, ребята, я возьму здесь БФГ. Так, он, ребята, естественно, он сейчас копит манну. Понятное дело. Ему нужно накопить манну. И мы, кстати, тоже с вами будем копить манну для того, чтобы призвать нам друитку как можно быстрее. Там воблер, да? Смотрю, на подходе. Да, воблер на подходе. Поэтому нам, наверное, вот так лучше выгоднее сделать. Всё, я вызываю, ребят, друитку. Блин, а там чё? А там у нас... Ой-ёй-ёй. Хорошо, что в тотем врезался. Это, кстати, классно, ребят. Это очень классно. Так, всех разнесли, как видите, здесь. И мой отряд двигается дальше. Давай-давай, родная, мои тотемчики ставь. Тотемы ставит, но он всё равно, ребят, пробивает. А, уже смотритель идёт. Вы поняли, да? Уже, ребят, идёт смотритель. Поэтому давай вот так вот применять. Смотри, какой... О, мы его ещё и напугали. Ребят, мы напугали своим смотрителем. Это прикольно. Но он опять идёт со всей своей шайкой-лейкой. Да у ты мне, как до Китая раком. Что он там перехватывает? Я не вижу, ребят, в этой скутерьме, кого он там берёт. По-моему, он никого не берёт. Он ничего не может сделать. Бамс! У него очень мало здоровья. Друидка, ты куда пошла? Всё, нету больше смотрителя здесь. Никто им больше не поможет. А мы с вами вот так вот будем делать. Через ульту работать. Так, воблера нужно здесь, ребят, естественно, подкосить. Ну что ж такое-то, не получается. Воблера, воблера. Отлично, подбили мы его. Всё, ребята, 36 секунд. У нас надо как можно быстрее базу разносить. Времени, потому что мало. Потому что у нас мало, ребята, времени. 28 секунд. Вот, мы подошли. Я ещё одну друидку вызову. Пускай идёт, помогает нам. Так, 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 смотрите, 19 секунд, ребята. Главное, чтобы не было каких-нибудь тут крупных, сильных врагов, которые бы нам... А они появляются. Например, тут жаба с молотом. Е! Мы успели с вами. Отлично. Великолепно, просто-напросто. Меня это радует. Настроение поднялось сразу очень высоко. Ну что ж, давай посмотрим сундук захватчика, что нам здесь из него выпадет. Слушай, ну неплохо. Жаба с пушкой, 10 бородавочников и 11 тысяч голды. Так, и здесь забираем 14 карточек на голема. Храмовый пёс, 14 карточек. И 14 карточек у нас на чумную мышь. Полетели. Полетели в новый портал. И будем смотреть, ребята. Встречает нас нефритовая долина. Потом долина подданных. Дальше идёт фабрика роботов. Потом нежить. Кого-то я пропустил, да? Ага, ещё одну нефритовую долину, ребята, я пропустил. Фух, ну что же. Приступим. Давай-ка для начала посмотрим, кто здесь у нас будет. Ой-ой-ой-ой, ребята. Как я только вижу Ронина, вражеского всего. У меня сразу хандра берёт. Блин, ну как же мне его контролировать-то теперь, а? Мой Ронин-то в разы уступает ему. Хотя он 90-го уровня, а мой 87-й на 3 левла. Ладно, выбора нет, ребята. Будем пытаться. Ронин против Ронина. Кто, как говорится, кого. Так. Поехали. Ну. Давай-давай-давай-давай. Я знаю, что он тоже его выпустит. Блин! Ну это нечестно было, ребята. Это было нечестно. Всё, тут фейл. Твою шмаковку. Блин, ну и что делать? Да, пускай разносит базу. Пускай разносит базу. У него там второй, ребята, уже, смотрите, на истерике выбежал. Ладно, мы будем переигрывать. Конечно, не хотел тратить, ребята, попытку. Вот, серьёзно говорю. Но, видите, вышел он в истерике. Соответственно, никто бы ему тут уже не помешал. Он бы просто уничтожал. Хотя, можно было бы, наверное, и молотильщика вызвать. Давай ещё разок попробуем. Давай попробуем через молотильщика сыграть. Ну это глупо, мне кажется. Выбора всё равно другого нету. Так ведь? Вот именно что нету, ребята. Поэтому попробую через молотильщика сыграть. А потом... Специально, что ли, так происходит всё. Ну давай. Вот, отлично, ребята. Так, мне нужно срочно, ребята, накопить на мага-воина. Маг-воин здесь мне как раз поможет. Причём хорошо. Даже через то же самое... Ох ты! Ты смотри, кого он призвал. Заморозка, кстати, у нас здесь. Да иди ты отсюда, хайкает он мне здесь. Прыгун, пошёл. Прыгун, пошёл, ребята, всё хорошо. Фух! Неужели что-то получится или нет? Получилось. Отлично. Красавцы. Так, ну что же. Немножко мы с вами, как говорится, удлиняем расстояние между нашими базами. Соответственно, уже побольше шансов. Да, побольше шансов. Но здесь мы с вами встречаемся с нефритом, с терракошей. Терраконовый воин, ребята. Тоже ещё тот хонорик, а? Ну что? Это бесполезно. Это бесполезно. Нужно пробовать, ребята, опять же, вот этой командой. Единственное, что, конечно, вот этот вот всадник на журавле меня бесит. Так, ладно, ребята, давайте контролировать. Контролировать весь процесс. Начнётся уронина, наверное, или нет? Как вы думаете? Давай попробуем. Так вот, сделаем. Главное, чтобы не вышел всадник на журавле, а то будет там... Он именно с него, ребята, и начал. Он именно с него и начал. Ты посмотри. И естественно, конечно же, Ронин. Конечно же, здесь, ребята, и Ронин, и все дела. Ну кто бы мог, ребята, в этом засомневаться, а? Ну и что? Вот как ты прикажешь мне здесь быть? Хотя... Вот это мне сейчас просто повезло. По крупнику причём, ребят. По крупнику. А вот дальше уже не повезёт. Дальше уже не повезёт, потому что... Потому что фигня получается. А-а-а. Молодцы. Подбили, красавцы. Ребята, у меня есть ураганчик, я его применяю. В пустую. Я его применил. Давай-давай-давай-давай. Вот. Нормуль. А теперь... Так, вышел, вышел паразит. Давай, ведьма. Вся надежда на тебя. На-ка. Вот и всё. Вот и всё, что требовалось доказать. Потому что, ребята, теперь ему никто здесь не поможет. Так. Давай. Вот он в каменную, ребята, фигню превращается. А теперь ульта пошла. Пошла, 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 пошла. Конечно же, ребята, ульта. Смотрите, сколько мы снесли здоровья. У-у-у. Шик и блеск. Мне нравится. Мне нравится, как мы сыграли вот в данный момент эту каточку. Ведьма всё-таки решила наши проблемы. Ну, что ж, переходим с вами на третью миссию. Ох ты. Ронин с тигром. Вот такой камбы я, честно говоря, давно не встречал. Тигр. Ё-моё. Один только тигр здесь чего стоит. А плюс ещё и ронин. И это всё 90-го уровня. Ладно. Ладно, ребята, я попытаюсь. Попытаюсь как-то здесь выжить. В принципе, мы всю жизнь с вами... Ну, всю жизнь, это я, конечно, утрированно сказал. Но всё время с вами пытаемся выжить. И получается. Ну, в большинстве случаев, ребята. О-о-о-о-о. Смотрите, что... Ну, вот тут вот уже, ребята, ну, это... Это, конечно, уже не честно. Естественно, сейчас получим урон. В общем, можно сплавляться спокойно. Смотри, разносит как моментально базу. Там ещё и второй уронин выбежал. Гемы я тратить не буду. Это говорит только об одном, что... Рэй, возьми свой тот отряд, который у тебя был, и не мучайся. Так я и поступлю. А так вот, честно говоря, в данный момент просто я слил попытку. Просто слил попыточку. Которых не так у нас и много. Ладно, давайте, ребята, приступать. Зачем здесь нам прыгун? Я вот сейчас сижу, никак не могу понять. Зачем нам тут прыгун нужен? В этой катке. Катке. Не пойму. Ты посмотри! Не успею, ребята! Нет, успел. Отлично! Молодец! Красава! Так, мне, ребят, нужно 225. Да что ты хотел монетку захватить? Мне нужен Маквоин. Маквоин. Фу, вызвал. Отлично. Здесь он ничего уже не сделает. Нам тут надо будет, ребят, контролировать весь этот процесс. Монетки забираем. Ох ты! Ох ты! Тигр вышел. Оу, мы его быстренько... Офигеть! Что он творит, ребята, этот тигр? Сразу же через душу сыграл, да? Через духа своего. Блин! Ну вот это-то зачем здесь нужно? Ну... Зачем ты здесь нужна? Она не упадет? Нет, упала. Ураганчик, ребята. Ураганчик нам в помощь. И, соответственно, я призываю нашу ведьму. Ведьма, давай быстрее. Там тигр ползет. Там ползет, блин, тигр. Да вы достали эти всякие ронины-фигонины здесь? Вот и все. Будет здесь меня еще нервировать, а? Вот с этим, конечно, плохо. Мы не можем его, ребята, подбить. Только лишь маг-рыцарь может его тронуть. О, давай-давай-давай. Урон по базе. Отлично. Колоссальный урон. Все колоссально. Тигр, надеюсь, да, не вылупился. Из-за этого и поплатилась базеночка никчемная. Ребят, только первая карта. Уже для меня такие проблемы. Ой, тут еще и Вуджен. Да ну, хорош. Вы что, издеваетесь, что ли? Они собрали здесь самую элитную, ребята, комбу. Тигра нету. Зато есть Ронин. А Ронин псих. Я знаю это. Что будем делать? Я не знаю, что будем делать. Попробуем мы таким отрядом. Но я знаю, что против Вуджена очень хорошо работает прыгуна. Прыгуна у нас нет в отряде. И как мы будем через Таракошу пробиваться, тоже без понятия. Вот серьезно говорю. Ну, где там твой псих? Сейчас выбежит наверняка, ребята. Через него будет работать или нет? По идее, наверное, нет. Вышел, вызвал вот так. Значит, следом пойдет Вуджен. Это, ребята, стандартная игра. Сейчас должен Вуджен занять. Ну, ё-моё, ну, кто бы в этом сомневался? Конечно же, Вуджен. Твою мать, он еще и так сделал. Ладно. Давай вот так сделаем тогда мы. Слушай, хорошо получается. Слушай, а может быть я успею вызвать друидку? С друидкой-то всяко пойдут дела полегче у нас, а? Ребятуль. Давай-ка постараемся. Вот друидку я вызвал. Нефритового воина. Там тигра нету, по-моему, да, у него в этом отряде? По-моему, нету. Так. Будем работать через ульту. Все, хорошо. Пока, ребят, все отлично. Так, давай дальше. Нам лишь бы подойти вот сюда, к базе, чтобы Вуджен, если будет появляться, мы его могли сразу бы уничтожать. Без всяких яких. Ну, вот это я понимаю, вот это уже по красоте. Смотрите, ребята, что происходит. Мы встали. Он сейчас, даже если будет вызывать этих своих олухов, все равно ничего у него не получится. Мы потому что будем применять ульту. Вуджен там. Даже пикнуть не успел. Просто собирался, но ничего у него не вышло. Ребят, и мы, да, уничтожаем базу. Отлично. Друидка, ну, просто нет слов. Красота. Ну что же, а теперь давайте проходить последний с вами уровень. Здесь у нас босс. Бог ветра. Блин, будь он не ладен, этот бог ветра. Какой же он сложный, а. Какой же он сложный. Мы в прошлый раз, по-моему, есть не ошибаюсь, ребята, его побеждали с помощью нашего деда. Ну, вот теперь меня какая-то гложет, ребята, проблема, что вряд ли у нас это получится. Но я попытаюсь, я попытаюсь. Вместе мы попытаемся с вами. Вдруг все-таки у нас как-то это получится. Надеюсь, не этот будет выбегать у него там. Не истерика. А то как-то истерика. Естественно, ребята, через истерику он работает. Этот отряд у меня не приспособлен, ребята, понимаете. Ну что мне сейчас делать? Хотя успел я, ребята, как-то вызвать. Отлично. Фух. Ладно, ребята, только начало. Так, еще один, ребята, Ронин бежит. Еще один Ронин. Так, естественно, ребята, я буду вот так вот делать. Тигр. Тут, ребята, тигр. Надо их, чтобы они вместе соединились. Чего они не соединяются, да? Я бы хотел фаерболом, конечно же, бомбануть. Давай еще одного Вуджена вызовем с вами. И пора бы, наверное, уже дедулю, я думаю, да, ребята, призывать. Давай вот так вот их вместе сейчас. Нет, нифига, не вместе не будем. Вместе не будем. А, там еще и Вуджен идет. Я... Блин, Вуджен. Ребята, мне бы их всех соединить и бомбануть фаерболом туда. Ну-ка, попробуем. По-моему, я промазал. Дед, погнали. Погнали, дедуля, погнали, 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 погнали. Не расслабляемся. Как он там бомбанул сейчас, а? Ты видел, что он там сделал? А, дед, ничего не... Все, его сейчас расколбасят. Да, ребята, деда расколбасили. Пипец просто. Фаербол, если только фаербол сделает нам чудо. Ну, заткни ты свой хайло. Вот так вот, ребята, это делается. Фух. Нам повезло, ребята, что фаербол как раз ударил в то место, куда надо. 45 секунд у нас на все про все. Мало, согласитесь, времени. Сейчас еще тигр свою душу выпустит, да? Ну, естественно. Почему-то я даже и не сомневался в этом, что так оно и произойдет все. 30 секунд на все дела. Давай чумную мышь вызовем. Я не знаю, кого тут еще можно призвать. Давай фаербол еще бомбанем. Вот так вот это сделаем. И деда. Ребята, и деда, деда. Обязательно деда вызываем, потому что... Ну, 16 секунд. Ну, это... Ну, бомбаните вы, пожалуйста. Ай, 9 секунд, 9 секунд, ребята. Есть! Да, 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 да. Никуда он не делся из нас, из наших тепленьких рук, ребят. Вот так вот. А мы забираем сундучок. И что же нам здесь выпадет? Оу. Королевский, да, дроп, ребят. 8 карточек на черепаху с пушкой и 12 карточек на богиню солнца. И гемчики, которые никогда не будут лишними. А вот это уже любимая моя раса, ребят. Да, паладинчик и крестьянин. Жалко, конечно, что у нас энергии мало. Так, будем спамить. Будем, ребята, спамить с вами. Так, вот этот отряд что-нибудь взять? Да. Тут потому что маленький рыцарь, да, который будет нам... Точнее, это крестьянин на самом деле просто. Он, видимо, припух, и теперь он стал косить под рыцаря. Типа, я такой-сякой. Но мы его, естественно, ребята, будем встречать с путчастями. Конечно же, как же без этого. Ну, а дальше нам просто надо дождаться до паладиноча. А дальше мы, ребят, будем просто, ну, развешивать люлей налево и направо. Никто ему здесь не поможет. Даже его личный паладин. Так. Потому что следом пойдет БФГ. Так, БФГ деньги отдай только сюда. Вот, ребята, БФГ-шечка вышла. И начнется сейчас полный расколбас. А если я еще вот так сделаю? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рискованно так притягивать, опять же, повторюсь, ребят. Потому что он может вот сюда вот притянуться и бомбануть по моей базе. Нам это нужно? Конечно же, нет. Поэтому впредь надо быть аккуратным. И не допускать таких ошибок. Так, давай еще одну БФГ вызовем. Потому что все идет как надо, под контролем, все отлично. Я даже, наверное, друидку сейчас призову. Прикинь. Друидку на первом раунде. Успеем, как думаете? Должен успеть. Ну, вот она вышла, красавица моя. Так. Опять начинается, как только вызываешь друидку, начинается вот это лагание уровня. Блин, хотелось бы, чтобы разработчики добавили еще каких-нибудь новых монстров. В эту игру. Или новую расу вообще. Было бы вообще прикольно, если бы была бы новая раса. Ну что же, мы переходим с вами на второй этап. У нас здесь энергии не понял. Всего лишь одна энергия осталась, ребята, на третьем отряде. Ладно, ладно. Квест завершен, тактик. Ну что, он сейчас опять начнет со своих этих маленьких дурачков, скристианинов или нет? Я на всякий случай выпущу голема. А, он, наверное, паладина сейчас вызовет, скорее всего. Да, ребята, он вызвал паладина. Начал через него играть. И копейщица. Ага. И вот он, маленький хмырёныш, вышел. Крестьянин. Слушай, тут надо через баллисту, скорее всего, ребят, нам играть. Через баллисту и фаербол. Поехали. Вот так вот, чтобы было ему неповадно. Дай деньги-то сюда. А то, видели, прихапал. Так, ну, я думаю, что, в принципе, ребят, здесь мы с вами сможем бы играть. Так, мы пока контролируем ситуацию. Довольно неплохо. Расстрел идёт. Вот ещё бы баллисточку бы нам одну, и было бы вообще нормуль. Сейчас я попробую это сделать. Да. Всё, отлично. Ну что же, идёт моя армия, ребята, к вражескому замку. Фаербол у меня накопился. Бамс. Ты видел, что происходит? Расколбас врага. Вот и всё. По-другому это не назовёшь. И чё и заморозка. Ну, всё вот так вот туда. Иной раз игра просто идёт мне на уступки, ребята. Все, как говорится, блага. И ураганчик, и заморозка, и ускорение. А иногда поворачиваться к тебе задом, и шиш ты чего от неё добьёшься. И просто фейлишься на пустом месте. Ну, не в этот раз. В этот раз, ребята, чистая победа. И она за нами. Да, отлично. Конечно, немножко меня расстраивает, что у нас нет энергии. Я бы хотел эту карту пройти, ребят. Может быть, накопилось где-нибудь? Давайте посмотрим. Если накопилось, сразу же рванём и попробуем пройти ещё один уровень. Так, здесь нету ни шиша. Нету ни шиша. Нету, к сожалению, ребята. Не накопилось. Ну что же, тогда остаётся одно, ребята. Закругляться. Так, погоди-ка, мы можем жить с вами здесь. А ну-ка. Так. Так. А чуть-чуть не хватает. В общем, ребята, в любом случае, на следующей серии мы с вами должны будем взять уровень. Да. Будет у нас 88. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»